Отец эконома, Гумен Арсений, скажите нас на эти. Сегодня рассматривая различные стороны деятельности Бачки Авроси, мне бы хотелось вернуться к гусям, о которых так здорово рассказал отец Тихон. Дело в том, что я помогаю в хозяйственной деятельности отцу-наместнику. И иногда весь смысл сегодняшнего дня заключается в гвоздях, которых не хватило для кровли крыши. Вдруг не хватило, по простой причине, что я их не рассчитал, количество гвоздей не рассчитал. А уже завтра снег, все, холодно, может засыпать. И я в недоумении вроде как и считал, и надеялся, что хватит, а их не хватило. И таких моментов бывает очень много. Бывает понадеешься на кого-то, а человек оказался недобросовестным. А бывает я положился на его, а нужно было проверить несколько раз. Где-то поленился, где-то нужно было сказать своей душе, вставай лентяйка. А я не встал. Не послушал совет старших и так далее. Мне интересно было, как проявлялись внешние стороны жизни Бачки Авроси. Или вернее о том, как гармонически он соединял и внутреннюю жизнь, и внешнюю. Так как для человека плохо разбирающегося в духовной жизни, я бы вот эту тему для себя, может быть, избрал. Немножко так вот я зачитаю, и там небольшой, может, вывод такой смог сделать. Первое послушание, которое было определено старцами Александру Гренкову после поступления в скит, было трудиться на кухне помощником повара. Послушание было нелегким, необходимо было служить всей скитской братье. Но молодой послушник принял послушание беспрекословно. Вскоре он стал старшим поваром и на трапезном послушании провел целый год. Наделенный от Господа богатым умственными дарованиями, будущий старец Авроси в то же время был человеком практическим, деятельным. Постигая на собственном опыте науку духовной жизни, послушник Александр не упускал из виду дел внешних, так что внутренние, содержательные и внешние практические стороны жизни у него были в полном согласии. Поставив себе задачу жить по заповедям Христовым, в полном подчинении своему внутреннему судьи совести, по указаниям мудрых старцев он не различал вручаемых дел, какие черные, какие белые, а в каждое дело старался вникать и исполнять его со всевозможным чанием и усердием, как перед лицем Всевышнего Бога. Он руководствовался той мыслью, что у Господа только и дело имеет цену, которая делается по совести. Поэтому во всяком деле послушник Александр старался быть исправен, а по своей природной любознательности он усвоил много других знаний, которые на первый взгляд и усваивать для него не было необходимости. Уже старцем, вспоминая свое прошлое, он обыкновенно говоривал, «Я прекрасно стряпал на кухне, а тогда и хлеб, и просфоры научился печь. Я помню, учил просфорников, как узнавать, готовы ли анкчи и просфоры, а то у них все сырые выходили. Надо воткнуть лучинку просфору, если к лучинке тесто пристает, то значит просфоры готовы, а если пристает, то сырые». Он также был хорошим знатоком строительного искусства, сам чертил планы для постройки келий, и построенные по этим планам кели оказывались самыми удобными для жилья. Он прекрасно стал печное производство, так что своим знанием и указаниями удивлял искусственных печных мастеров. Не выисходя из келий, старец знал каждый уголок шамордина. Приходит монах с заведующей постройкой, заходит речь о песке. «Ну, отец Иоль, песок у тебя свален. Оршина?» – батюшка точно прикидывает в уме. «Но оршина два с половиной глубины будет. Или не будет?» «Не знаю, батюшка, смерить не успел». Еще два раза спрашивают батюшка о песке, но все не мерили. «А как смеривают, наконец, то непременно окажется, как говорил батюшка». Или примется, наконец, старец прикидывать план здания. Взглянет на длину, скажет, «Ну, оршин сорок шесть будет». Потом план переиначивают, делают пристройки, укорачивают. «А как здание готово, то непременно сорок шесть оршиной окажется». Вот созидающая деятельность была у старца в крови. Он часто научал других предпринимать какое-нибудь дело, а когда честные люди приходили к нему за подобное благословение, он с горячностью принимался обсуждать и давать свои пояснения, как это дело лучше устроить. Он любил бодрых, сообразительных людей, соответствующих словам, и сам не плашай. И таким людям давал благословения. А вместе с ними укреплял и веру в добрый исход этого дела. Все лично знавшие старца с умилением вспоминали, каким глубоким умом он обладал, и какие вещи умел подсказывать своим малотолковитым духовным чадцам, да и вообще всем приходящим к нему за советом, от самых сложных предприятий до последней вещи и домашнего обихода. Останется совершенно непостижимым, откуда старец Авросий брал те глубочайшие сведения по всем отраслям человеческого труда, которые в нем были. Среди них не было ни одной, по которой бы старец Авросий не мог бы дать самых основательных советов. Теперь я хотел бы сказать, что такое жизнь старца, ее внешних, внутренних проявлениях. Откуда все-таки у старца все эти знания брались? И духовной глубокой жизни. Ведь он давал советы и преуспевающим монахам, к нему приходили за советом. И отвечал на письма настоятельным монастырей, как же есть. И простым крестьянам, крестьянкам. И вот мне кажется, что жизнь святого старца – это тайна. Ведь мы только можем догадываться, что неуклонное искание святым Авросием, прежде всего Царство Божие, его стремление соединиться со Христом, привели его к обретению всего остального. Всех непостижимых человеческим умом дарований старца. Святой Авросий так любим нашим народом, от того, что в нем он чувствует свои лучшие черты, указывая на возможность гармонически соединить в одной личности все стороны человеческой деятельности, и внешней, и внутренней. Ведь русский человек и отличается своей практической сметкой, стремлением что-то гроздиозное предвинять, построить, что-то создать. Святой Авросий так ясно указал на условия этой целостности человека, на условия его внутреннего согласия и совершенства. Жизнь в Боге, жизнь во Христе. Ну, у меня такое корректие. Спасибо. Спасибо.